Здарова, народ! Меня зовут Илья, и эта каска у меня в руках не просто так. Дело в том, что я ни разу не катался на гироскутере. Да, сейчас 2К17, и все, кто хотел, все, кто более-менее продвинут, уже успели покататься на гироскутерах году, наверное, в 15-м. 60 год! А, тяжеленький. Ехать мы будем сегодня на гироскутере Kiwano KOX. Как мне подсказывают коллеги, Kiwano это фрукт из семейства тыквенных. Есть у меня подозрение, что там гироскутер. Если верить инструкции, то внутри этого устройства 2 электромоторчика по 400 Вт, максимальная скорость аж 25 км в час, я не знаю, куда можно нестись на такой скорости. Есть Bluetooth и приложение, чтобы отслеживать свое передвижение по городу, смотреть, с какой скоростью вы ездите, и, что самое главное, здесь есть колонка. Спереди, как это сейчас модно, светодиодные фары, а если гироскутеры развернуть, то здесь, смотрите, это сигналы поворотом и заодно и стопорей, для того, чтобы люди, которые идут сзади вас, понимали, куда вы будете направляться вообще в следующий момент. Мне кажется, это полезно, потому что иногда эти хипстеры-вейперы передвигаются вообще какими-то непонятными маршрутами. И заряжается эта штука, судя по инструкции, порядка двух с половиной и трех часов, что, в общем-то, не так и долго. iPhone 7 Plus примерно так же и заряжается. Но говорить о гироскутерах, я уверен, не так интересно, как на них ездить, поэтому мы идем на улицу пробовать, каково же оно. Меня просили рассказать о ховербордах или гироскутерах в 15-16 году. Я как-то всю эту историю дико игнорировал, потому что считал, что это китайская дища. В целом был прав. Сейчас они прошли пару лет эволюции, научились делать хорошо. И это теперь классный аппарат, который ездит 20 километров по бездорожью, по улице вообще без проблем. И смотрите, я на нем катаюсь всего второй раз в жизни, уже привык. Немножко стремно, но уже нормально, я могу быстро ездить по улице. Единственный минус, что можно окончательно облениться и уже ездить за продуктами, от машины до дома и совсем тогда, блин, не похудеть. Короче, классный аппарат. Вот прямо сейчас это действительно must-have, не то, что раньше. Надо попрактиковаться еще. Проверять гироскутер на практике мы в этот прекрасный солнечный день будем на территории парка Музеон. Предлагаю пойти, да вылезай ты уже, пойти и хорошенечко на нем прокатиться. Оказалось, что кататься на этой штуке гораздо проще, чем это выглядит снаружи. Вы просто встаете с левой ноги, заносите сюда правую и вы стоите. Это действительно очень легко. Буквально 5-7 минут практики и вы прекрасно понимаете, что от вас хочет эта штуковина, чтобы ехать вперед или, например, назад. Вы просто перемещаете вес своего тела немного в ту сторону, в которую вы хотите начать движение, и вы двигаетесь. И все это очень, очень просто, но немножко опасно. Девушка, здравствуйте, а можно вас на секундочку? Да, конечно. А вы катались на такой штуковине? Не, я не рада. А хотите попробовать? Давайте попробуем. Да. Это на самом деле, это серьезно, это очень легко. Я, правда, там упал, чуть руку не сломал, но это не страшно. Давайте. Если вы поможете, я попробую. Да, конечно, помогу. Встаете с левой ноги, вот так вот аккуратненько. Можете держаться за меня? Да, конечно, потому что друзья катались, но я реально не рада. А можно носочками и пятками регулировать движение? Так вот, так вот, так? Блин, на двумборде это попроще как-то. Уже поувереннее, да? Но я упасть боюсь, реально. Справа и ноги вперед на меня. Оп. Тихо. Ну, как ощущения? Да, круто на самом деле. Просто друзья катались, я так не рискнула. Серьезно, на ней учиться очень, очень быстро. Это, наверное, самое быстрое средство передвижения, на котором можно научиться вот за... Буквально за какие-то минуты. Вот такая штука. Спасибо, что я попробую. Спасибо. Счастливо. У-у-у. Гироскутер Кивана умеет забираться в горки до 15 градусов. И делает это он со скоростью реально до 25 километров в час. Все это дело питает батарея на 43 ампер часа, которых хватит до 15 километров прогулок. Это достаточно прилично. По бетону ездить весело, но еще веселее. Я думаю, попробовать проехаться по траве. Я не знаю, опять же, насколько гироскутер будет хорошо себя вести на такой неровной поверхности. Я еду достаточно уверенно, несмотря на то, что меня шатает всего туда-сюда, но я могу даже, наверное, побыстрее поехать. Скорее всего, я все-таки закончу свою поездку на земле. Вообще, производитель, кстати, говорит, что можно даже по какому-нибудь песку ездить. И более того, корпус гироскутера защищен по стандарту IP56. Наверное, со стороны это вообще по-дурацки выглядит. Но этой штуке не страшны ни дождь, ни снег, ни грязь, поэтому такая достаточно действительно вестиходная штука получается. Оп, возвращаемся, оп. Все, я это сделал. И опять же, я не упал. Парни, по-моему, я делаю успехи. По функциональности KOX не особо-то отличается от подобного рода девайсов. Два колеса, два мотора, схожий принцип действия. Разве что Кивана выглядит и собран как-то посерьезнее. Все-таки фабричное производство, контроль качества, брендовые батареи, все дела. Но, смотрите, сейчас ассортимент гироскутеров широкий. И можно найти тысячу дешевых вариантов прямо вот таких, знаете, Китай-Китай. Мы, собственно, почему вопрос гироскутеров вообще не поднимали? Ну, не было на рынке нормальных доступных продуктов. Наша позиция здесь простая. Лучше заплатите чуть больше за проверенные качественные устройства, но избежайте чего-то такого. К тому же, kiwanashop.ru, кстати, по промокоду вилсаком скидочка 1000 рублей, дает на вездеходную подставку под вейперов гарантию. И у них есть свой сервис. Они же как-никак официально продают бренд в России. Но это все нужно на случай, если вы все-таки умудритесь этот гироскутер как-то поломать. А я, кажется, вижу препятствия. Вижу цель, иду к ней. Это очень страшно. Это очень страшно. И очень сложно держать, на самом деле, равновесие, когда ты едешь вверх. Но, смотрите, я уже преодолел почти половину. Да уж, да уж чего там. Я почти наверх заехал. И я все еще стою. Можно, конечно, эффектно съехать по вот этой кромке, но, наверное, я этого делать не буду. Все-таки я еще новичок. Так, несмотря на то, что понять, как эта штука работает просто, как я уже говорил, все-таки овладеть мастерством управления гироскутером в совершенстве не так и просто. По крайней мере, пока для меня даже любое самое мелкое препятствие действительно является препятствием. Я немножко так побаиваюсь, но я уверен, что день-два практики, и все у меня будет хорошо. Я надеюсь. Катаюсь на этом гироскутере уже полдня по музеону, и имею сказать вам следующее. Я бы себе такой купил, закинул бы в багажник и катался на нем по выходным. Потому что, знаете, как средство на каждый день для передвижения по городу гироскутер, но мне кажется, немножко не подходит. А для того, чтобы получать фан и какие-то новые впечатления от прогулок по парку, это самое оно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на твиттер, все ссылки есть в описании. Пока!